здравствуйте друзья и гости моего канала я рад вас приветствовать на своем канале сегодня очередной раз пасу коров уже у нас три часа дня с утра не снимал потому что у нас очень большой ливень был вот после обеда выгнали коров немножко погода устаканилась но еще дождь моросит уже намного лучше вот идут коровы к водоему какие новости хочу вам рассказать вот поле где мы пасем коров на следующий год говорят снова у нас заберут в этом году забрали там половину я вам показывал вот посеяли подсовнух уже взошел вот так во всю длину забрали у нас и осталась у нас вот эта часть и тоже хотят ее забрать пастбище здесь конечно не самые лучшие трава очень плохая если не будет дождя то вообще трава здесь выгорает и корова просто гуляют а теперь не знаю что мы будем делать вчера мы собирались я говорю надо идти в сельсовет писать какую-то заяву что-то делать потому что если поле отберут тогда нам совсем негде пасти коров у нас хоть их и немного было 60 потом было 50 в этом году 45 осталось я не знаю что мы тогда будем делать потому что у нас все кто держит коров они на них живут я хоть на своей корове много не зарабатываю но у меня хоть семья имеет что кушать но все равно какую-то там банку или две молока я могу продать это тоже какой-то доход а если поле у нас заберут тогда я не знаю что делать коров придется продавать и будем сидеть без молока но я надеюсь что все будет хорошо нужно пойти в сельсовет потому что кто уже держит коров долго я кого вчера вчера не спрашивал никто ничего не знает чего это поле кому она принадлежит одни говорят она оформлена другие говорят она в аренде в общем ничего не понятно нужно идти узнавать собираться писать какую-то заяву что поле осталось в пользовании людей и осталось выпасом для коров в общем будем это решать дождь опять начался есть у меня немножко для вас новостей только некогда мне снимать потому что то на работу с работы на обеденную дойку потом опять на работу потом приходишь огород нужно уже рассаду высаживать дождя не было все ну надо поливать клубника цветет деревья поливать кустики то хозяйство в общем пока туда-сюда и уже дня нет у меня есть некоторые изменения в хозяйстве некоторые пополнения радостные и приятные которыми хочу с вами поделиться но ожидайте сюрприз следующем видео некоторые есть у меня сложности у меня индюшку украли никак не могу концы найти кто это сделал но индюшка пропала огроменная было около 8 килограмм может даже больше потому что я перед этим ее поднимал такая тяжелая она выходила и по огороду всегда гуляла вчера я пришел корову доедяная была пришел с работы вечером корову забрал зашел к ним было 8 осталось 7 расстроился конечно думаю вообще всех индюков вырезать у меня молодняк уже маленькие должны скоро лупиться маленький себе подращу загородку надо заделать до конца чтобы никто не выходил и не заходил оттуда и тогда можно будет выращивать индюков это осенью у меня украли одну вот теперь весной украли 4 больших курицы галашейных тоже украли собак и вниз ну как бы не украл потому что не перья не следов собачьих ничего нет это только какая-то двуногая собака я конечно не хочу грешить потому что как говорят не пойман не вор но все-таки где-то она делась дождь становится все сильнее и сильнее хотел еще немного поболтать что-то вам рассказать но на телефон попадают капли боюсь чтобы не замочился телефон сейчас еще попытаюсь вам показать речку откуда коровы пьют и буду на этом заканчивать хорошее дело конечно пасти коров только когда нет дождя а когда идет дождь очень и очень плохо я уже два раза переодевался а то весь мокрый на обед пригнали коров пока люди доели я побежал переоделся боди взял переодевачку потому что насквозь попромокали просто ливень сейчас дождь идет хороший но все равно не такой как был утром утром просто лило как с ведра ну а здесь у нас такая речка и отсюда пьют коровки вот такая у нас красотень вроде и поле есть и речка есть но не дают никак людям развернуться не для себя держать коров не на продажу я вообще губу раскатал хотел еще тёлок купить коров завести и вот вчера немножко подрастроился когда за это поле сказали но думаю что все будет хорошо ну вот такие у меня новости друзья всем хорошего дня прекрасного настроения радуюсь что у нас дождь конечно идет потому что дождь у нас это редкий случай хоть травка немножко подрастет до огород польется и свежая немножко на дворе будет в общем все друзья всем до встречи всем пока 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 пока